Ну и на муниципальном, конечно, тоже. Кроме того, надо по мере возможности, конечно, но действуя решительно, вводить запрет на требование предоставления заявителями документов, которые уже находятся в распоряжении ведомств и учреждений, которые уже доступны в базе данных. Третье. Нам потребуется специальный комплекс мер для преодоления цифрового неравенства регионов. Об этом тоже неоднократно говорили. Регионы у нас разные, возможности разные, удалённость от центра, от магистральных источников связи тоже разная. Но главным образом это касается доступности интернета, качества каналов связи и, соответственно, скорости передачи данных. К сожалению, в нашей стране широкополосный интернет всё ещё дорог. Мы занимаемся этой темой, в том числе и в рамках комиссии по модернизации экономики. Но отдельные регионы всё же смогли продвинуться. Очевидно, что понимание значимости таких задач и стремление решать эти задачи даёт свой положительный результат. У нас разрыв довольно приличный. В Москве пользователями интернета является приблизительно 60% населения. Эта цифра уже такая неплохая, она близка к усреднённым цифрам Европы и в мире. А для большинства других регионов, за некоторыми исключениями, конечно, этот показатель около 30-35%. Вот здесь как раз и есть необходимость сближения этих позиций. Особое внимание следует уделить подключению к интернету бюджетных учреждений, медицинских, социальных, пенсионного фонда, прочих организаций. Недавно мы подключили к интернету все школы. Нужно по такому же пути идти здесь. Одновременно должны быть существенно расширены возможности по оплате государственных услуг и получению социальных выплат в безналичной форме. Для этого необходимо создать национальную платёжную систему и обеспечить равные условия для участия в ней всем банкам. Именно на её базе и должна быть в настоящий момент, в ближайшее время, организована выдача социальных карт гражданам страны. Наконец, четвёртая проблема, обычная, в любом новом деле – кадры. Дефицит квалифицированных пользователей среди государственных и муниципальных служащих. Я имею в виду именно квалифицированных пользователей, а не тех, кто способен общаться с компьютером и знает, как включить интернет. Таковых сейчас всё больше и больше. Думаю, что и в этом зале почти все это уже умеют. Я говорю о квалифицированных кадрах. Две трети региональных органов власти испытывают нехватку в таких специалистах. Между тем, в России в целом большое количество квалифицированных кадров в области IT. Об этом, кстати, говорит и изменение рейтинга IT-индустрии мира, в котором наша страна поднялась за год на 11 строчек, что само по себе приятно. Хотя место ещё не самое симпатичное – 38-е. Но движение уже есть. С кадрами нужно заниматься, политику эту нужно менять, нужно стараться создавать стимулы для квалифицированных специалистов, которые готовы были бы работать в государственных структурах, в органах власти и управления. Уважаемые коллеги, переход на электронные услуги – это настоятельное требование времени. Я надеюсь, сегодня это уже для большинства, надеюсь, для всех даже, так скажем, присутствующих. Это уже не экзотика такая, как была 10 лет назад или даже 5 лет назад. Многие страны сделали этот переход очень быстро. Но это компактные страны. Мы большая страна со своими сложностями. Поэтому я не ставлю задачу сделать переход такого рода на цифровые технологии, на использование электронного документа оборота, использование всех форм электронного правительства за год-полтора. Но за 5-6 лет у нас есть все шансы сделать это. Уважаемые коллеги, я хотел бы поддержать то, что только что было сказано Сергеем Семёновичем в отношении того, что там, где региональная власть с интересом занимается этой темой, там изменения есть. Там, где региональная власть считает, что это какие-то ёлочные украшения, и так жизнь трудная, ещё какое-то электронное правительство придумали, там движения не будет. Вот хотел бы, обращаясь ко всем здесь коллегам, сказать, значит, тот, кто не будет заниматься этой темой, тот просто показывает, что он негоден к работе в современных условиях. И, может быть, это достаточно жёсткая констатация, но это, к сожалению, правда, потому что весь мир сегодня двигается именно в эту сторону. Мы отстали, и нам нужно быстро восполнить это оставание. Иначе мы окажемся абсолютно неконкурентоспособны. Я уже об этом рассказывал на других мероприятиях. Был недавно в Сингапуре, посмотрел, как там работает эта система. Ну, просто как часы. Да, Сингапур маленький, да, они начали этим заниматься давно, но это не повод, чтобы нам махать на эту проблему рукой. Поэтому я надеюсь, что федеральная исполнительная власть вместе с властью региональной приложит все усилия для того, чтобы заниматься этой темой. Я специально выбрал эту тему для Государственного Совета в конце года. Почему? Потому что нужно ставить амбициозные задачи. Конечно, можно говорить о преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, о мерах поддержки. И мы делали это, неоднократно в этом году встречались, все работали над этим. На мой взгляд, работали слаженно и неплохо. Но нужно и смотреть в будущее. А будущее нашей страны – это модернизация экономики и современная система управления страной. Современной системой управления страной является электронное правительство. Я уверен, что если мы за эту тему возьмемся, мы ее решим. И решим в достаточно короткие сроки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!